Вообразим священие времен, как вопреки привычек норм и правил, не с милостью, а с жезлом устремлен на всех, на христиан, апостол Павел. Он тоже, как Христос, и неизменен. В его руках мандат за подписью Христа. Пришел на храм, а там скоты и змеи. Торсянин гнева стал бы всех хлистать. К нему католики, согнувшись, подползают, а он в упор не видит бритых-сытых. Они попятились бы папе задом-задом, попежников разбитому корыту. Вот куколь кукольный с амурчиком ушастым, трясется с бородой змеиным жезлом, апостол бы его по-братски хряснул за всех канонизаций подсерьянством мерзким. Насупился двуперстый старовер, подружникам отмахивается злобно. Какой бы показали мы пример, не отдубасил бы и нас на месте лобном. Четырнадцать посланий. Это мало? Зачем же мы добавки поднесили? Кривя спекли на человечьем кале и расписались в собственном бессилии. Сектанты, протестанты всех мастей с кадилом Озиевым и с его проказой. Им паспорт выдал шедший в ад корей от юности с маразмом-харизматом. Кто похвалиться может, что всюду подражание, во всем всегда ревнителю свободы. Не кинулись бы в пост, как келеры с ножами, признав апостола еретиком негодным. По гвукам сматрились Павловы послания, на ощупь, на зубок, на нюх и слух. Пойдем мы с ним, пойдем ли Павел с нами? Из-за апостольски признает ли наш плуг? 29 марта 2005 года.